Здравствуйте! В эфире «Прямой разговор» в студии. С вами я, Сергей Мазанов. В ближайший час мы проведем вместе. В прошлом году это было самое яркое событие лета для молодежи. Ни много ни мало, больше ста тысяч человек собралось в центре города на молодежный фестиваль 3-4. Готовили творческую программу сами подростки. Взрослые лишь помогали. Именно так в прошлом году в эфире «Прямого разговора» рассказывала моя сегодняшняя гостья, заместитель главы Волгограда Анна Ковычка. В этом году фестиваль повторят и, как обещают организаторы, сделают более масштабным. О том, как это будет, мы поговорим с Анной Александровной и другими гостями «Прямого разговора» сегодня. Анна Александровна, ну, первый вопрос вам. Здравствуйте. Анна Александровна, фестиваль молодежный. Два дня. Меня уже не пустят? Ну, я уже не подхожу ни по закону, ни по возрасту вообще никак. Пустят все. То есть можно прийти даже там в семьдесят? Нужно, обязательно. То есть это не закрытая тусовка, только по паспорту до тридцати пяти лет могут все жители. Мы максимально открыты, больше этого. Площадки рассчитаны на разные возраста. Конечно, мы акцент делаем на, все-таки на молодежь, на представителей молодежного движения. Но площадки, я подчеркиваю, открыты абсолютно для всех. Всем будет очень интересно. Двадцать третьего, двадцать четвертого, пятница, суббота. Два дня. Центр Волгограда, наверное, опять перекроет, да, для движения транспорта. Частично. Частично. Ну, и отдельно объявит. Анна Александровна, в том году был один день, когда мы собирались. Я помню, был очень напряженный день. Мы не знали, там одна площадка, другая, везде все интересно. В этом году два дня. Да, Сергей, вы абсолютно правы. Воздух нашего любимого города уже наполнен настроением фестиваля. Вот вы сказали, почему в этом году фестиваль проходит два дня. Я даже скажу больше, что в этом году фестиваль проходит не только два дня, но мы увеличили еще число площадок, локаций фестиваля. Увеличилось число участников, их было 700. В этом году более тысячи человек придут на площадки фестиваля в качестве участников. Мы, конечно же, ожидаем еще большего количества гостей. Не только жителей города-героя Волгограда и нашего региона, но нам очень хорошо известно, что к нам приедут гости, их будет очень много. Я напомню, что более 250 тысяч побывало на нашем фестивале в рамках прошлого года. В этом году мы ожидаем, что их будет больше. Знаете, Сергей, мы приступили к подготовке фестиваля 2023 года сразу же после того, как закончился фестиваль в прошлом году. Ребята в течение года. Вот Катюша яркий представитель, скажем так, представитель молодежи нашего города. Вот именно они в течение года дорабатывали площадки, сохраняли лучшее, приумножали. Ну и, соответственно, вот мы сейчас воплощаем в жизнь те мечты, о которых, наверное, уже можно говорить, потому что буквально через несколько дней на этих площадках побывают не только участники, но и жители города. Мне когда сказали, вот там член оргкомитета Волгоградского молодежного фестиваля 3-4 Екатерина Наумова, я думаю, ну, сейчас кто-то придет такой серьезный тоже. Тут приходит девушка, смотрю, уходит перед студией в ожидании, думаю, наверное, ко мне. Вы работаете или учитесь? Работаем. Работаете, но все равно участвуете во всех. Вот смотрите, для меня, ну, молодежный фестиваль, это такое, ну, просто событие в жизни, которое я вот увидел, ух ты, интересно, надо сходить посмотреть. Я собрался, пошел, посмотрел. А для вас это, наверное, вот, ну, общественная какая-то деятельность, работа. Что вы пытаетесь, наверное, ну, вот, участвуя в таких, подготовке таких огромных мероприятий, я так понимаю, вот, Анна Александровна сказал, целый год готовились. То есть вы год готовились. Что это для вас? Ну, для меня и вообще для всех молодых людей фестиваль — это возможности. То есть небольшая предыстория. В этом году мы в феврале встречались с Андреем Ивановичем на стадионе, и он очень четко обозначил свой... Всем понятно было, Андрей Иванович — это губернатор Волгоградской области, да. И Андрей Иванович очень четко обозначил свою позицию в плане того, что именно молодежь должна предложить концепцию этого фестиваля и сделать его таким, каким она его сама хочет видеть. И, соответственно, когда мы разрабатывали эту концепцию, и с точки зрения вот именно молодого человека, то есть я молодой человек, что я хочу видеть и что я хочу получить от этого фестиваля. И то есть наша основная задача — показать возможности города и региона для каждого молодого человека. Что мы можем предоставить в плане построения семьи, карьеры, обучения. И именно поэтому у нас тематические блоки есть на фестивале, они разбиты по разным направлениям, и каждый из них отвечает за какую-то сферу жизни молодых людей. А за что вы отвечаете? Ну вот в оргкомитете. Да. Про возможности, про возможности что? Как раз про возможности. Ну ладно, а вот какие возможности? Ну так вот между нами, для вас, например, открывает этот фестиваль. Вот вы придете, да, ну вот смотрите, я пришел на площадку, я не студент уже, или пока еще, не знаю, я пока не решил. А я там, ну вот работаю, да, я пришел, ну потому что интересно было. Я пришел, там на одной площадке кормили, на другой площадке у меня друзья там что-то делали, позвали. На третьей площадке там про формула кино, да, по-моему, площадка называется. Есть такая площадка, все правильно. Да, вот я пришел, там, да, там интересные артисты были, там тоже интересно было пообщаться. Ну, прошел год, сейчас опять пойду. Я вот возможности для себя, ну я не молодой, не открыл. А какие возможности? Вот пришел, придет молодой человек, вот сейчас посмотрит студент, который не знал об этом фестивале, ну по какой-то там нелепой случайности. Какие возможности он там может для себя открыть? То есть у нас есть досуговый день, 24 июня. И в этот день у нас будет работать более 50 различных площадок, которые разбиты по разным направлениям. Например, у нас есть такой большой студенческий кампус, это отдельный тематический блок. Соответственно, например, если это школьник, абитуриент, он может познакомиться с образовательными организациями высшего образования, профессионального, он может выбрать направление, куда он будет поступать. Например, у нас есть семейный блок, то есть он направлен на молодые семьи, на молодых людей. На поддержку. На поддержку, да. И, соответственно, у нас там также будут различные площадки от застройщиков, от банковского сектора, МФЦ, соцзащита. То есть по любым вопросам можно найти, куда обратиться. А, допустим, школьник пришел, может посмотреть на ВУЗ. А, допустим, студент старших курсов, который сейчас еще годик отучится, и вот что-то такое будет, потому что мы в программе, у меня на самом деле очень часто говорим, там приходят всякие разные депутаты, чиновники, и мы с ними говорим, как у нас трудоустройство сделано. Вам-то, понятно, вопросы не актуальны. Но многим студентам еще как бы сейчас они закончат учиться, там дипломы, все-все-все. Да, может, кто-то в этом году заканчивает, и вот надо устроиться. И будет какая-то нужная депутата? Да, эта ситуация у нас также предусмотрена. 23 июня у нас будет работать Российская ярмарка трудоустройства. Да, посмотрите, все предусмотрели. Да, все предусмотрели абсолютно, да. У нас будут представлены работодатели, не только город, но и регионы. Также можно познакомиться, как подать свое резюме, какие требования. То есть какие-то мастер-классы еще будут, не просто интересные встречи, там с друзьями пообщались, ну что-то такое будет. Практически все площадки, которые будут 24 числа, о которых сказала Екатерина, досуговые площадки, они все на этих площадках, практически на всех предусмотрены ситуацией с интерактивом. То есть человек не просто подошел и посмотрел, а он поучаствовал в работе этой площадки. Если мы говорим про ярмарку вакансии, то, конечно, каждый может погрузиться в атмосферу той или иной конкретной ситуации. Многие предприятия, которые будут представлены, также будут делать все возможное для того, чтобы получить потенциального работника, предлагать ему соответствующие условия. Ну и, соответственно, это кроме выбора еще и возможность, как вы уже сказали, ну, будем это называть мастер-классом, но мы говорим об интерактивах, да, на площадках. Поэтому, наверное, мы постараемся все передусмотреть. Я просто не молодой, я по старинке использую термины. А вот смотрите, допустим. Вы уже несколько раз повторили, что вы не молодой, но на молодежный фестиваль вы все-таки собираетесь. Что-то вами движет, мне кажется. А, интерес. Я не молодой, но очень любопытный. А у меня сразу вопрос, я третий раз повторю, что я не молодой. Ну, допустим, я пришел, ну, вот я захотел поменять работу, ну, все, вот, как бы крест поставлю на этом. Я могу, ну, то есть я не молодой, я могу там трудоустроиться, ну, хотя бы попробовать. Конечно, конечно. То есть там не будет тоже ограничений, вообще ограничений никаких. Вообще никаких нет ограничений. Мы еще раз говорим о том, что вот те 50 площадок, и Екатерина достаточно полно обозначила цели, вот вообще фестивальные нашей работы, это показать возможности города и региона. Мы очень хотим, чтобы молодежь оставалась в нашем городе, чтобы они работали на благо нашего города, на благо своей семьи, на благо своих родных и близких. И показывая возможности, мы, конечно же, ну, поощряем тех людей, у которых есть мысль все-таки связать свою жизнь с родным городом. Это очень правильно. Вы знаете, я, ну, много лет уже веду там разные программы в разных форматах, но вы у меня часто бываете в гостях. И я вижу, как меняется молодежь. Не в смысле там растет, в возрасте меняется, а меняется ее сознание. И когда вот у меня приходят молодые люди, говорят, там, мы волгоградцы, мы хотим жить, работать в Волгограде. И просто даже вот круг моего общения, там, кто молодежь, потому что мы бывает, ездим там и в вузы, и в школы. И вот это вот укоренять, мы волгоградцы, это вот целое понятие. А у нас в гостях Александр Синютин, председатель комитета молодежной политики и туризма, администрации Волгограда. Долгая, сложная такая должность, солидная. Александр, ну, у меня первый вопрос. Вот я всегда во всем ищу какие-то, ну, не знаю, подковырки такие. Приду я туда, мне с собой сколько денег надо взять? Ну, там, ну, не знаю, на мастер-класс записать. Я ходил недавно по набережной, мне подходит конфетку, да, я вам дам сейчас там пожелания. Я думаю, ну, наверное, бесплатно потом говорят, ну, вот нам бы что-то вот дать тоже. Вот, ну, так, наверное, так что-то будет, да, я же там приду. Интерактив, это, наверное, так завуалировали, а там скажут, ну, там тысяча рублей за интерактив. Ну, к сожалению, нет, такого не будет. Почему к сожалению? Или к счастью. Это я просто всегда от худшего к лучшему же иду. Вот, на самом деле, куда придете? Если придете на гастрономическую площадку, отведать, например, плова, то там бесплатно вас угостят шестью видами блюда, национального плова, да. Восемь подсказывали. Мы восемь, да. Видимо, что-то перерешали. Уже перерешали, да. Поэтому вот мы с Анной Александровной в прошлом году именно оттуда начинали свой путь. Отходы площадок. А это вы мне после программы скажете? Я просто не хочу в эфире, чтобы вы говорили, где эта площадка плова будет. Хорошо. Почему-то мы туда придем, и там все уже съедет. Да, ну, памятник о казачестве. После эфира мы там, остальные пусть случайно подходят. Да, ну, а если серьезно говорить, то, конечно же, все площадки наши являются абсолютно бесплатными. Входный фестиваль свободный для желающих, для наших гостей города, для туристов. Безусловно, мы это делаем прежде всего для того, чтобы показать, как уже сказали, возможности города нашего, возможности региона. Вы видите, что уже набережная застраивается площадками, уже ставит сцену. Я сегодня был. Красавицу нашу большую, да. Там уже где-то нельзя пройти, потому что монтажные работы идут. Мы с товарищами ходили, они говорят, ой, это здесь будет? Я говорю, не, вообще все будет там, но вообще будет по всей набережной. Я просто помню по прошлому году. Вообще да, у нас две территории. Давайте тогда, раз у вас такая красивая должность, давайте, где конкретно площадки, ну, я имею в виду локации, да, там стадион, там я, по-моему, четыре. Нижняя терраса, верхняя терраса, куда людям идти, где самое интересное и самое такое вот будет, ну, или куда лучше пойти. Лучше успеть сходить везде, как мы уже поняли, потому что площадок будет очень много. Это и верхняя терраса набережной, и нижняя терраса, центральная пара культуры отдыха и стадион Волгоград-арена. Все действия основные развернутся у нас, конечно же, 24-го в основной день фестиваля, на верхней и нижней террасе набережной, где будут работать те самые тематические площадки. Поэтому все-таки есть предложение начать свой обход именно с набережной, а потом уже переместиться. А 23-го, если я приду, там что будет? 23-го полностью соревновательный день. Вы можете посмотреть соревнования студенческих команд, соревнования команд трудовых коллективов. Соревнования, в моем понимании, это спорт. У меня спорт тут отдельный прям. Ну, у нас соревнования в разных областях, и в искусстве, и в спорте, и в творчестве. Поэтому, например, можете посоревноваться в фотоискусстве. Да вы что? Если вам это близко, да, вы можете взять телефон, поучаствовать, показать свою работу. Подарки будут. То есть, ну, все. Поэтому приходите. Да. То есть, если еще поучаствовать, все, значит, надо 23-го приходить, там будут всякие конкурсы, можно все. Конкурса будет очень много, подарков будет много, поэтому приходите. Чем все это завершится? Завершится все это праздничным концертом и 23-го, и 24-го июня с приглашением звездных российских исполнителей. Ну, хочется продолжения. Ну, из тех, кого уже озвучили, первый день, 23-е число, это, конечно же, Хабиб, это Марик Раймбери, это, Анна Александровна, подсказывайте, Ана Цай и Мария Зайцева. И Мария Зайцева. Четвертый раз я повторю, что я не молодой, я так что-то слышал где-то. Ну, наверное, будет интересно посмотреть. Ну, тогда лучше пойти во второй день, потому что там у нас будет более дискотечный такой формат. Это группа Five Star Family, это группа Бандерас и диджей главный. А вот этот концерт большой, он будет в пятницу или в субботу? Будет два концерта, и в пятницу, и в субботу. Обе на нижней террасе. Да, то есть такой впервые в истории города, когда мы делаем День молодежи в таком крупном формате. Первый день – это музыкальный фестиваль, второй день – это дискотечная история по запросам нашей молодежи, которая заявила желание потанцевать под зажигательную музыку. Ну, слушайте, ну супер. Я пойду к тому ряду с ними пообщаться, потому что там больше как участники самих действий, которые будут проходить, здесь больше организаторы. Ангелина Шершинь – директор нового экспериментального театра. Я почему позвал? Вот вроде как, да, ну театр, тут молодежь там, ну хотя у вас артисты молодые. Всякие артисты. Да, нет, ну у вас вообще есть там детские, когда будет детский фестиваль, у вас там детская студия есть в театре. Я просто прошлый год, я вспоминаю, где я ходил, даже фотки пересмотрел, какие оставались. У нас классная фотография там получилась, повторим в этом году. Я там вдруг иду, я смотрю казачий театр, музыкальный театр. Ну музыкальный, понятно, они вообще рядом, нет. Думаю, спектакль такой грандиозный я был совсем недавно, до сих пор под впечатлением. А тут думаю, молодежный фестиваль, какие-то там постановки мимические. Что для вас, ну наверное, как для директора, как для такого вот человека искусства, этот фестиваль? Для нас... Новых поклонников найти? Ну не совсем так. Познакомить молодежь нашего города, нашей области с театрами. Вообще, я хочу сразу сказать о том, что блок культуры представлен не только театрами. Есть у нас комитет культуры города, есть у нас комитет культуры области. И вот от города, от области выступают, участвуют в этом фестивале все учреждения культуры. Не только театры. Музеи, филармонии, вот я сейчас про областные говорю. В прошлом году мы поучаствовали, ну как уже мои коллеги сказали. Ну какие впечатления остались? Впечатления? Хочется поделиться впечатлением, что я поучаствую, я вот расскажу. Я пришел целый день, вроде я пришел жарко, куча народу. Но мне настолько увлекло, что я потом смотрю на часы, пришел в 11, смотрю, уже 5 часов, думаю, надо успеть съездить, переодеться и идти на концерт. Ну я сейчас буду рассказывать про участие нового экспериментального театра. Во-первых, мы показали не только отрывки, музыкальные отрывки, танцевальные отрывки из наших спектаклей, из нескольких спектаклей. Такая коллаборация была собрана, чтобы познакомить зрителей, участников фестиваля о том, что театр располагает вот такими возможностями. Также мы проводили мастер-классы. Мы рассказывали о работе театра внутри. Была тоже организована, была организована площадка, на которой мастер-класс давали наши гримеры, постежеры, где показывали театральный грим, как он делается. Это, знаете, такая мини-экскурсия в закулисе, бутафоры. В том году давали наши мастер-классы, тоже показывали, как делаются вот эти все вещи, которые часто... Так все, вот сейчас рассказывайте, я понимаю, что это мимо просто. Ну я посмотрел, нет, поздоровался там, кого знаю, и пошел дальше. А там, оказывается, столько интересного. Да, в этом году это все... В этом году мы решили расширить свою программу. А, то есть еще, это все будет... Нам показалось, что мы себя мало показали. Но это, опять же, я говорю не только про наш театр, а про и коллег своих, директоров других театров. В этом году мы решили сделать визитные карточки. Сразу скажу, что это будет 23-го числа. То есть культура будет показывать себя 23-го числа. Помимо конкурса, на котором артисты, заслуженные артисты нового экспериментального театра будут выступать в качестве жюри, конкурсы сейчас собираются, заявки, либо уже собраны они, да, по всей области, где молодые коллективы, либо самостоятельные молодые участники могут показать себя и посоревноваться. Жюри будет все это отсматривать, будет, конечно же, в театральном искусстве. Я понял. А то есть можно прийти, прочитать там стихотворение, рассказать стихотворение? Ну, во-первых, нужно было сначала подать заявку, чтобы поучаствовать в таком конкурсе. То есть сейчас уже без вариантов, да? Вот я сегодня, если вот не успею. Прием заявок уже завершен к этому моменту, потому что мы говорили же о конкурсе, опять не успею. На самом деле, Сергей, вот Ангелина сейчас сказала ключевые вещи, мне кажется. Нам показалось, что мы мало рассказали о себе в рамках прошлогоднего фестиваля. Вот это, мне кажется, общий девиз всех вообще направлений. Не только театрального, но и, безусловно, всех. Мало себя показали. Поэтому больше локаций, больше возможностей, больше площадок, больше участников. Больше дней, да. Больше дней, да. Так вот, в этом году мы вывозим не только... Мы также сделаем мастер-классы, их будет несколько. Также покажем отрывки спектаклей уже из других спектаклей. И в этом году мы решили сделать визитные карточки своего театра. То есть будет продаваться мер театральный, будет бесплатно, как и в том году, роздано зрителям и участникам фестиваля брендированная вода. Будут розданы репертуары на 3-4 месяца вперед. То есть зрители и участники фестиваля уже ознакомятся. То есть показать себя... Вот те, которые... Еще я договорю, что мы в этом году еще придумали. Мы в этом году решили показать не только мастер-класс по бутафории, а еще сами фигуры, то есть все предметы бутафории. Все это такое будет грандиозное, масштабное. Костюмы театральные мы в этом году вывозим на манекенах. Все это будет красиво установлено. Чтобы люди знакомились и таким образом привлечь новую аудиторию, как вы и сказали, в театр. А вот по прошлому году, я понял, что там не очень много было времени, возможности. Пришли какие-то люди, говорят, мы на молодежном фестивале вас увидели. Омолодилась у вас аудитория? У нас аудитория омолодилась благодаря Пушкинской карте. А опять же, зритель, когда покупает билет на сайте, он же не пишет, что я вас узнал на молодежном фестивале. Надо вопрос задать. Узнала в молодежном фестивале, скидка 20% до билета. Надо сделать анкетирование, провести обычное анкетирование, и тогда мы выявим тех, кто присоединился. А те, кто участвует, конкурс был в прошлом году? Да, конечно. А вот этот, который в жюри, ваши, а кто-то потом пришел к вам и говорит, я вот, я помните, на конкурсе там выиграл, я вот хочу у вас в театре работать, играть. Ну, во-первых, чтобы работать в театре, нужно получить высшее образование. Вот, кстати, в этом году... Нормально, да? То есть я сейчас не зря заявку не успел подать, да? Не успели, да. Образование нужно получить театральное для того, чтобы прийти работать в театр. Вот как раз в АВГИК, пожалуйста, обращайтесь. А если талант? Кстати, в АВГИК, да, тоже будет площадка, вот о чем мы говорим, да? В микрофон, в микрофон. И как раз молодежь придет и посмотрит, куда можно поступать, в политехнический, физкультурный, либо в Волгоградский государственный институт искусства. А потом уже в НЭД. Давайте тогда физкультурникам вот отдадим. Передаю. Да, Сергей Куренков, представитель комитета по физической культуре и спорту, администрация Волгограда. Тоже красиво. Спортивная программа в этом году также представлена. А что вы так сразу начали? Я еще даже вопрос не задал. По спортивному, Сергей, по спортивному. Такое ощущение, что вы всю ночь готовились, и наконец-то такой микрофон, и поехали. Не, я сейчас что-нибудь такое задам, что ответ пойдет не по плану. Я так не люблю вот этого. Подготовленных ответов мне не надо. Смотрите, в прошлом году участвовали? Я просто помню, я прохожу тут, Татьяна Лебедева, наша гордость, олимпийская чемпионка, оп, там с Михаилом Нацировым, тоже наш спортсмен. Там зарядку стоят, делают. Первое, что я увидел вообще, когда пришел в прошлом году, я думаю, о, как здорово. И вот как-то это все в самом начале, я помню, было. То ли я потом на другие локации, в театральную эту пошел, в киношную, то ли это на каждый день что-то будет, вот в чем дети, подростки, взрослые. Я, например, давайте вот все наменять. Где я могу поучаствовать в спорте? Ну, наверное. Там дартс поиграть, дротики покидать. Есть? Будет что-то такое? Будут у нас и площадки интерактивные. Зря готовился. В первую очередь, это, конечно же, норматив комплекса ГТО. У нас в рамках первого дня соревновательного будет восемь площадок спортивных. Две площадки будут на верхней террасе набережной. Это сдача нормативов комплекса ГТО. А что там сдают? Соревнования по воркауту. Вот ГТО сдать что надо? Нужно подтянуться, наклон сделать, пробежать 30 метров. Соревнования на пресс сдать, вот, подтянуться. Девушки, женщины отжимаются у нас. Это вот соревновательная программа. Надо попробовать. Вы же выйдете там? Да, обязательно. Это как раз к тому, что... Ну, надо тоже с вами пойти. А значок дадут там? Нет, да. Как только вы выполните все нормативы, вам присвоят, соответственно, золотой, серебряный или бронзовый значок. И мы торжественно вам вручим обязательно, Сергей, приглашаем на сдачу нормативов комплекса ГТО в соревновательной программе. Но, скорее всего, соревновательная программа не получится, потому что там участвуют команды у нас и от районов, и от коллективов, вот, и от студентов. А вот во второй день, 24-го, будет работать интерактивная зона, где будет она оформлена очень красиво. Вы даже силовую форму свою проверите, поднимание гири будет там. Как оптимистично это звучит. Вот куда точно вам, Сергей, необходимо просто прийти, так это 23-го числа на стадион Волгоград-Арена состоится финальный матч. Сергей Петрович, расскажите, пожалуйста. Да, у нас помимо вот на верхней террасе о двух точках, которые я сказал. Я понял, что все-таки на стадионе будет что-то спортивное. Да, финальный матч по футболу среди сильнейших команд студентов, которые уже с 15 июня соревнуются. Завтра будет полуфинал и 22-го матч за третье место на стадионе Волгоградской государственной академии физической культуры. Да, а финал стоится на Волгоград-арене среди сильнейших команд, кто выйдет в финал. Будет концертная программа. Вход свободный. То есть вообще любого жителя. Мы приглашаем всех жителей города Волгограда в 4-х часов будет уже концертная программа. 23-го. 24-го. 24-го в 3 часа на стадионе. Да, встречаемся. 23-го. 23-го числа в 16.00 состоится матч финальный, а до этого пройдет такая концертная программа, которая посвящена этому финалу. Поэтому желающие посмотреть концертную программу чуть раньше, обязательно вас с друзьями мы будем очень ждать. Буквально встречать будем. Что еще 23-го числа у нас соревновательная программа. Там же на стадионе это мы в этом году предусмотрели практически народные игры. Это перетягивание каната. Это мяч капитану. В простонародье называется ваши баллы. То есть у нас команды будут соревноваться в этих видах. Это все на стадионе. Да, это все на стадионе. И 23-го. 23-го. На стадионе также пройдут соревнования по шахматам. В Центральном парке культуры и отдыха с часу до 15.00 пройдут соревнования по спортивному ориентированию и военно-спортивная игра «Зарница». Помимо этого в этом году мы предусмотрели соревнования фиджитал-баскетбол. То есть это современное направление. Два дня будут 22-го и 23-го на спортивной базе Волгоградской государственной академии физической культуры. С 10 до 13 часов оба два дня. Поэтому приглашаем фиджитал. Я уже получал, я с перетягиванием каната бы поучаствовал. Я в принципе по жизни так вот что-то все время перетягиваю. Конечно же, обязательно это интересно. И вы зря иронизируете. Нет, я не иронизирую. Это на самом деле интересно. Я приду. Это одна из захватывающих. На финал я приду, обязательно поболею. Сколько команд вообще участвуют? На сегодняшний момент 12 команд участвуют в каждом виде. Ну где-то там плюс-минус одной команды нет. А так 12 сильнейших команд, ВУЗы и два СУЗа принимают участие вот в шести видах соревновательной программы. Сергей, мне кажется, правильно было бы еще раз подчеркнуть. Финальный матч состоится 23-го июня в пятницу в 4 часа. Мы приглашаем всех. Все, вот. Ну, мне кажется, просто болельщиков очень много. А когда закончится все, можно переместиться на... Я просто уже для себя локации, вот, план действий составляю на пятницу-субботу. Значит, мы посмотрим матч. А оттуда со стадиона можно, наверное, пешком будет по нижней террасе, которая сейчас вот новая набережная благоустроена, как раз дойти мимо... Начнется грандиозный концерт. Так, пока я строю свои планы, мы прервемся на короткую рекламу. Я сейчас тут договорюсь, какие-нибудь самые интересные локации, чтобы конкуренции поменьше было. Пара минут. Оставайтесь на канале Волгоград-1, продолжим разговор о молодежном фестивале. Продолжаем прямой разговор, говорим о молодежном фестивале, который состоится уже в эти пятницу-субботу в центре Волгограда на четырех локациях верхней и нижней террасе набережной Центральной парки культуры и отдыха из стадиона Волгоград-арена. Составляем план, как провести эти два дня. Ну и, наверное, вопрос к участнику вот того самого, я так понимаю, футбольных матчей, отборочных как-то... Я, честно, не очень там болельщик, но как бы я понимаю, что... Я, на самом деле, не так давно узнал, что воротами, оказывается, меняются в середине игры. Да, не знали? Я знала. А я только недавно знал. Я просто к тому, какой я болельщик. Абсолютно правда. Мне каждый раз... Я теперь... Не в середине? У нас микрофон, микрофон, да, микрофон. Тебе я вас удивлю? Да, ну, я как бы, да. Равиль Джумагалиев, студент технического университета, я так понял, второго курса, футболист. Вы почти все правильно поняли, только сегодня произошла защита, и я закончил магистратуру. Наше поздравление, Равиль. Мы поздравляем. Это, мне кажется, одно из самых главных событий в жизни, но свою жизнь, помимо того, что вы закончили техническую специальность, вы все-таки связываете со спортом. Да, все верно. То есть мы удачно вас так посадили, можно тут сразу сейчас, может, как бы подружиться. Обязательно. Да. А вы участвуете, участвуете в команде технического университета, тоже играете вот в этих отборочных матчах. Да, все верно, я вам скажу больше. Я финалист прошлогоднего фестиваля, получается, соревнований по футболу. Там тоже были? Да, также играли на стадионе Волград-Арена. К сожалению, уступили сильнейшей команде того турнира. Ну ладно, кто победил? А, ну, к чему? 3-2 в упорной борьбе. Ну, это же все-таки, по-моему, даже не то, что проиграли, у них это профессионально. Я согласен с вами. Что для вас это? Ну, вот вы же, наверное, как-то и до этого фестиваля занимались спортом. Да, конечно. Участвовали в каких-то играх там между вузами, наверное, на Волград-Арене. Каждый год проходят межвузовые соревнования, то есть мы, как одна из сильнейших, могу сказать, команда города по футболу, проходим все соревнования и также всегда боремся за высокие места. А вот что для вас? Наверное, какое-то приобщение. Вот я прихожу, когда на такие большие массовые мероприятия, даже не то, что большие массовые мероприятия, когда на любое мероприятие, наверное, прихожу, собирается такая толпа, какой-то аура такая. Это же в театре он был, все сидят, смотрят, и ты смотришь. И создается какая-то такая атмосфера. Участвовать просто в соревнованиях или участвовать в рамках ВАУ молодежного фестиваля, который в городе проходит, есть разница? На самом деле разница колоссальная. Просто это небо и земля, когда вы приходите просто поиграть в один матч у вас. Вы приходите, пустой зал, там максимум 2-3 болельщика, родственники щиты придут и подбадривают немного. И другое дело совсем, когда вы приходите на стадион, на вас собралась толпа народу, и все гудят, кричат, поддерживают. Я был не на молодежном фестивале, я был как на стадионе, когда играли молодежные команды из разных городов, даже, по-моему, из разных стран они собирались. И вот я помню, разговаривал тоже с молодыми ребятами-футболистами, которые говорят, вау, ничего себе, сколько болельщиков. Я скажу вам больше, на самом деле, я так немного сравнил, и мне это немного напомнило даже атмосферу чемпионата мира. Ну, если честно, вот, вы бегаете, вас поддерживают, все кричат, и как участнику это было просто... А можно такой личный вопрос? Да, конечно. Там же, вот я насколько понимаю, болельщики и с одной стороны, и с другой стороны, там, допустим, ну вот в физакадемии там свои болельщики, а у вас свои болельщики. А те же, наверное, что-то неправильно кричат, там плохую ауру создают. Нет, на самом деле, все были положительные болельщики, и все поддерживали, несмотря на то, проигрывает их команда или выигрывает, все гонят своих вперед, все поддерживают, и ничего оскорбительного или плохого не прозвучало ни раз за весь матч. Ну, я не к тому, что оскорбить, но просто вот такое состояние. Кроме вот футбола чем-то еще же увлекаетесь? Ну, последнее время, то есть я совмещаю и работу, и учебу, защитил сейчас диссертацию, то есть магистрскую, и планирую в дальнейшем пойти в армию, и после нее уже пойти поработать по специальности. А по специальности какая специальность? Учился я на факультете технологико-конструкционных материалов по направлению металлургии, то есть я уже инженер выплавки металла и стали. Ну, я уже понял, куда вы на работу пойдете, тут не буду просто озвучивать, как бы акционерное общество, я так знаю, что там прям отдельное направление в политехе сделано, у вас все понятно. Вы же общаетесь вот с вашими друзьями, я почему-то не спрашиваю Екатерину, она говорит, я уже работаю, все. Ребята, используют ваши друзья, или может быть вы как-то этот фестиваль вот для достижения, есть ваши сокурсники, которые вместе с вами там сегодня закончили, которые приходят и говорят, то есть пойду вот там на ярмарку вакансии, или у всех уже какое-то определение есть в жизни, куда вы пойдете учиться? Это не обязательно в вашей группе, может быть там круг общения. Смотрите, тут на самом деле есть и такие люди, которые уже работают по специальности, то есть они поступили в магистратуру, у них есть условия, когда они могут совмещать частичную работу и учиться при этом. Также есть у меня знакомые, которые собираются также посетить ярмарку вакансий, в моем случае я в принципе определился плюс-минус в будущем, так что на всякий случай я могу посетить ярмарку вакансий также, может быть мне будет что-то интересное, и я изменю свою точку зрения. Дина Александровна, я когда на программах у меня гости вот собираются, мы недавно разговариваем, там у меня Алексей Рыгин приходит в эфир, и мы всегда, я вот говорю, а вот молодежь надо трудоустраивать, а вот вы посмотрите, у нас вот такого не было. Когда я заканчивал учиться, я помню, ну честно, это был 2002 год, я закончил, у меня тоже первая профессия техническая, ну не выплатка, конечно, металлов, там больше с пищевыми производствами связаны. Я пришел на тот же завод, где проходил преддипломную практику, говорю, возьмите меня на работу, они смотрят, а у тебя же, говорит, опыта нету, я говорю, ну я же у вас практика, они говорят, мы тебя не возьмем, у тебя опыта нету. А сейчас смотрите, они студенты и уже работают. Это во всей России так, или только у нас, или это общий тренд? Я просто, видимо, как-то пропустил этот пласт молодежи. Вы говорите, у нас с вами. Для меня удивительно, я сравниваю со своим. Они совершенно сейчас другие, наша молодежь, я имею в виду. И я вот сейчас задумалась над тем, вы знаете, для нас двери таких больших стадионов и не открывали. То есть сейчас смотрите, стадион... Я больше скажу, когда я рос, этого стадиона-то еще и не было. Вот просто задумайтесь, стадион Волгоград-Арена, мы знаем, да, какое событие принимал в нашем городе, и сейчас этот стадион открывает двери для нашего студенчества. Это просто такая коллаборация абсолютно живого такого здорового посыла студенческого, который направлен, вот вся эта энергия направлена на то, чтобы созидать. Вот они все собираются, и вот на самом деле Равиль абсолютно прав, потому что атмосфера, которая складывается на стадионе, она очень такая дружелюбная. Вот вы представьте, все вузы города нашего региона собираются на стадионе для того, чтобы поболеть за свои команды. Вот это событие не должно пройти мимо каждого Волгоградца. Я думаю, что должны многие прийти и посмотреть, как это бывает. Но возможности, вы правы, сегодня абсолютно уникальные возможности создает и город, и регион для того, чтобы эти молодые люди были реализованы. Вот Катюша в самом начале говорила о том, что все площадки, по факту их больше 50, они отвечают по направлениям за интересы каждого конкретного молодого человека. Если мы пройдемся по площадкам, то вряд ли мы найдем хотя бы одну, ну которая, так скажем, неинтересна была бы им, потому что они определяли этот перечень, они составляли этот список, и в общем-то мы теперь видим в этих площадках все их интересы. По факту, ну учтено все. Вот просто выходи, выбирай и участвуй, принимай участие. Судя по прошлому году, и мне было интересно, наверное, где-то я в душе это еще мало. Я вот хочу Равилю еще сказать, что совсем недавно, в конце, в середине мая, на этом стадионе собирались легенды, наверное, Сергей Петрович больше скажет, собирались легенды, наверное, российского футбола. Они там не первый раз собрались, но они играли вот на том поле, на которое вы пойдете играть. Это, наверное, какая-то особая такая вот степень ответственности. Ну, конечно, это и степень ответственности является. А вы ходили на этот матч, вот исторический? К сожалению, не получилось мне попасть, я на этот момент участвовал в других соревнованиях, также по футболу и отсутствию в городе. А вот мы хорошо поговорили как бы о вашей будущей судьбе, ну как бы не о вашей конкретно, да, я больше говорю, наверное, вот как вы представитель студенчества, тут единственный, да, наверное, у всего студенчества. А свои вот успехи футбольные, я так понимаю, второе место там вот вы заняли в прошлом году, в этом я не буду желать, ладно, а то другие вузы обидятся. Вы не связываете свою судьбу с тем, чтобы потом дорасти и защищать интересы нашего региона на спортивной арене? Ну, если есть, наверное, к этому какие-то предпосылки, вы же не просто так пошли футболом заниматься. А то у нас ротор иногда проигрывает, может быть, ему нужна какая-то свежая кровь? Смотрите, я не могу говорить о том, что я могу дорасти до кого-то, до чего-то там большего, но я могу постараться для этого. Не, подождите, цель, цель-то какая-то, ну есть там, да, не просто работа, дом, работа, а какие-то успехи помимо этого. Помимо этого успехи, ну смотрите, например, вот то, что я играю в футбол, для меня это важно, это для меня лично важно, но также при устройстве на работу я узнаю сразу, есть ли там какое-то физическое вообще спортивное направление. И, например, в будущем своем, куда я планирую устроиться, оно имеется и проводятся довольно-таки тоже обширные соревнования в этом направлении. Поэтому я пока что довольствуюсь любительским уровнем. Ну, я очень желаю, да я думаю, все участники сегодняшнего эфира и зрители желают вам успехов и в жизни, и в спортивной карьере. И 23 июня мы придем в 4 часа на стадионе «Боград-Арена», совершенно бесплатно. Надеюсь, я буду присутствовать там в качестве участника. Да, очень надеюсь, что вы дойдете до финала и защитите честь вашего университета. Спасибо вам, обязательно к нам дальше присоединяйтесь к разговору. Анна Александровна, ну, наверное, такой самый, ну не знаю даже, как озвучить этот вопрос, ну, в плане как его охарактеризовать. Ну, смотрите, хорошо. Сколько оргкомитет человек? Большой оргкомитет, больше 50 человек. Ну, это в большей степени, в большей степени это молодые люди. 250 тысяч пришло, а тут всего 50 человек это все готовили. Ну, я знаю, там такие мероприятия так готовятся, но долго. Ну, хорошо, прошел фестиваль. Все, ну, я лично, ну, классно, все супер, мы поговорили в эфире. Год прошел, как-то быстро прямо он пролетел. Ну, снова мы собрались, поговорили. Ребята, да, 50 человек, там оргкомитет, вот Александр, наверное, там главный у них, у него помощники, такой подспорник. Молодежь, ну, кто-то все равно, ну, опыт тут никуда от него не денешься. Вот 50 человек, да, хорошо. Что этот фестиваль вообще дает нашему региону? Просто еще одно хорошее мероприятие. И вот, ну, понятно, там, вот 22 июня началась война, проводятся памятные акции, там, 9 мая парады. Это все. Что этот фестиваль дает региону в плане возможностей для самого региона, не для отдельных участников, молодежи, мы как бы об этом в первой части программы поговорили. Регион получает какое-то дополнительное финансирование, получает какие-то новые возможности для открытия каких-то центров. То есть это как большая, мощная такая подоплека вот для того, чтобы регион развивался или нет. Ну, я приведу, наверное, такой пример определенной хронологии событий. Вот смотрите, в прошлом году, в июне, мы также встречали молодежный фестиваль, а в декабре 2022 года наш президент Владимир Владимирович Путин на госсовете, который был как раз посвящен вопросам молодежной политики, обращаясь к представителям государственной власти, как раз и высказал мысль о том, что у молодых людей должны быть возможности для реализации и в сфере образования, построения карьеры, создания семьи. То есть по факту мы действуем сейчас именно в рамках федеральной политики, с одной стороны, и, конечно же, мы рассчитываем на определенную поддержку, мы пользуемся этой поддержкой. На нашем фестивале, вот именно уже 24-го числа, развернется целый кластер, который будет отвечать за поддержку со стороны федерального центра, а именно Росмолодежи. Это грантовая политика, и несколько именно грантовых таких лотов будут определены именно в рамках фестиваля. Это очень-очень важно для нас. То есть гранты, которые будут реализовываться не только вот под этот фестиваль, но на самом фестивале можно будет подать заявку грантам, какие-то студенческие. Я просто знаю, у меня была совсем недавно руководитель одного муниципального учреждения, школы «Воскресенье», которая рассказывала, что они выиграли, не буду сейчас терминологию сильно использовать, грант или поддержку федерального центра на 50 миллионов рублей для того, чтобы подкрыть школу... Больше 50, да. Больше 50, там, ну, часть софинансирования городская, для того, чтобы подкрыть школу креативных технологий, индустрий, да, которые... Это последствия... Но я лишь только скажу, что школа «Воскресенье» такой, знаете, один из лидирующих участников нашего фестиваля... Не, я просто пытаюсь привести мысли. Это прямая взаимосвязь. То есть это даже не последствия, это вот там родилось. Да, ну, на самом деле, конечно же, ну, я думаю, что есть такая старая-старая пословица, что дорогу оселит идущий. Вот активные, те, кто желают созидать на благо города, на благо региона, конечно же, найдут себе место не только в рамках молодежного фестиваля, но и в целом реализуя себя в тех или иных направлениях. Мы это очень хорошо понимаем. Но, вы знаете, я бы хотела сказать, что на сегодняшний момент, мы, пожалуй, об этом сегодня говорим мало. Регион в лице губернатора Андрея Ивановича Бочарова, руководителя нашего региона, уделяет колоссальное внимание поддержке молодежи. Потому что такого количества встреч с молодыми людьми у нас еще не было никогда. То есть, по крайней мере, я такого не помню. Вот ребята буквально сверяют часы представителей нашего оргкомитета с представителями власти региона, ну, в течение сколько, Катюш? Ну, раз, наверное, в два месяца, вы точно собираетесь. Нам сейчас об этом скажут, я думаю. У нас журналисты реже общаются. Да, да, то есть, вы понимаете, и важно главе региона знать то, чем живет молодежь. И молодежь, получая такую обратную связь, тоже старается, знаете, максимально выложиться. Вот этот фестиваль, вот Ангелина же не напрасно сказала, нам было мало тех возможностей, на которые мы могли рассчитывать в рамках прошлого года. Ангелина уже достаточно давно, вот знаете, мы соберемся после фестиваля, у нас что-то мало времени было, нам не все возможности показали, это нормально. Ну, я сейчас, знаете, да, я сейчас, знаете, что имею в виду, что вот это движение, вот этот симбиоз вот такого опыта управленческого со стороны власти региона, Андрея Ивановича Бочарова лично, и вот такой вот актив молодости дает потрясающие результаты. Это и грантовая поддержка, это и федеральная поддержка, но самое важное для нас, что молодежь будет оставаться и созидать на благо нашего города и региона. Поздно я родился, чувствую, да. А, Екатерина, ну давайте, раз Анна Александровна сказала, что сейчас я вас попытаю, вот смотрите, обычно, ну я просто помню, да, еще несколько губернаторов назад мы тоже встречались, ну это случайно такая встреча была, вы, наверное, тоже вот сейчас приходит, Андрей Иванович, такая молодежь сидит, Андрей Иванович пришел. Нет, 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 просто я прихожу, иногда встреча, вот знаете, там у меня проходит, там такие творческие, да, мы там какие-то работы презентуем, там и среди студентов, среди школьников, там в муниципальных учреждениях, и приходишь в один коллектив, и молодежь такая, бум, и вопросами засыпает, а как, а что, а вот, и главный, ну самый страшный вопрос, а за сколько по деньгам, вот, ну если мы какие-то там мультипликационные работы показываем или что-то еще, а порой приходишь, все сидят, посмотрели, так, бум, выдохнули, ушли, вопроса ни одного нету. У вас как встречи проходят? Вы готовитесь заранее? Ну давайте так, у вас там специальные какие-то вопросы? Вот я как раз хотела сказать о том, что Андрей Иванович всегда очень открыт. Ладно, давайте признайтесь, вот, наверное, Александр там пишет вам вопросы, которые можно задавать Андрею Ивановичу, а вы такие приходите, только эти вопросы задаваете, или вот вы сами их правда готовите? Вот я однажды участвовала в встрече с Андреем Ивановичем, и как раз-таки, да, у нас были заготовленные вопросы, но Андрей Иванович пришел и сказал, что я знаю, что у вас есть вопросы, мне их задавать не надо, давайте общаться на те темы, да, убирайте листочки. То есть как я с гостями, да, у меня некоторые приходят, у меня некоторые гости приходят уже с бумажками, и вот так вот, я говорю, так, все, вот там наставляйте за кадром и заходите сюда, будем просто общаться. Да, то есть он, наоборот, всегда открыт к диалогу, очень поддерживает, у нас всегда очень живая беседа, взаимодействие, он всегда интересуется, ну, действительно интересуется тем, что нам важно, нужно, и вот как раз-таки, когда мы эту концепцию разрабатывали, и потом презентовали ее ему, он тоже какие-то идеи предлагал, соглашался где-то с нашими, может быть, где-то немножко поправлял, но в общем и целом то, что... А что предлагал он? Фишки. Реализованные они? Да. Приходите, увидите. Покажите потом. Конечно, да, мы сейчас не будем их рассказывать, у нас есть несколько... А, ну это к этому году, я просто по прошлому... Нет, 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 я сейчас говорю именно вот, когда мы разрабатывали концепцию этого года. Ну все, тогда я приду, и вы мне покажете вот... Обязательно. Да. А, блин, микрофон, да. У вас, наверное, тоже он что-то предлагает. У нас ремонт грядет. Ну, понятно, ну, не, а у вас же был. Вот теперь внутри. А, еще внутри, я просто помню, да, мы там были. Из того, что вот, допустим, вы лично или кто-то из ваших друзей вот, оп, предложили, и, ну, какую-то там, ну, фишку, да, как вот, ну, по молодежному, раз программа о молодежном фестивале. Ваша. И губернатор такой говорит, да, вот, будем это делать. Было такое? Ну, например, наверное, это не совсем будет фишка, но такое самое главное, наверное, предложение... Я просто слабо разбираюсь в молодежной терминологии. Наверное, самое главное предложение, которое мы высказали, и Андрей Иванович его поддержал, это то, чтобы сделать этот фестиваль ежегодным. И мы как раз стремимся к тому, чтобы он стал тоже определенной визитной карточкой нашего региона. И вот если возвращаться к вашему предыдущему вопросу, что это для региона, то это также будет определенной точкой притяжения именно с точки зрения развития туризма. То есть, что к нам будут приезжать гости из других регионов. А сейчас приезжают? Конечно. Какое количество? Ну, приезжать, поучаствовать. Или просто это свободно? Вот приходят, я просто схожу по городу, прихожу в музей случайно. Ребята просят фотографировать, я говорю, а вы откуда? Они начинают рассказывать, как они готовились, как они приехали, что им тут понравилось. То есть, туристов больше стало в Волгограде приезжать. Есть такие туристы, которые вот целенаправленные молодежь, студенчество приезжают. Иногда в соцсетях вижу там студенческие группы, а мы поехали в Москву, а мы поехали туда. У нас так приезжают, их как-то встречают, как-то это вот показывают. Ну, я скажу, что в этом году у нас есть сразу несколько делегаций, которых мы пригласили на наш фестиваль. Это Республика Крым и город Севастополь. И также это присоединенные территории Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская и Запорожская области. То есть, мы это делаем с целью того, чтобы, ну, во-первых, поделиться опытом, показать, рассказать, как, что, поделиться, ну, наверное, своей радостью, эмоциями от происходящего вот этого большого события. Ну, и также это, как одна из целей, это возрождение движения городов-побратимых. Да, которое когда-то было забыто, а у нас оно на самом деле родилось. По туристам я хочу добавить, что за последний год театр видит, как много приезжающих. Я просто сейчас так удивлен, думаю. Да, я это вижу. Во-первых, мы стоим в самом центре города, очень много групп видим. Вас не обойти. И очень много людей приходит не из Волгограда на спектакли к нам. А еще, ну, театром в этом году был запущен проект, как экскурсия в Закулисье. Так вот, у меня была экскурсия веду я сама. И вот две группы были не волгоградцы, а приезжие. То есть, организаторы приводили в театр на экскурсию людей из другого города. То есть, это прям в прошлом году, год, два года назад такого не было. То есть, туризм развивается. Анастасия, а вы были в Закулисье на это? Я просто сейчас, ну, я не люблю за себя договариваться. Ну, я давно там не была, да, очень давно. Поплотемте, вот, всей компанией. Если Ангелина приглашает, да, приглашает. Да, я сейчас договорюсь, да. Мы вот всей компанией потом, после, когда фестиваль закончится, мы сразу, как вы вернетесь с гастролей, мы тогда это, мне кажется, это очень интересно будет. Обязательно. Александр, тут я просто в должности еще увидел как раз и туризм. Я хочу прям отдельно снять, потому что я вижу, ну, где-то мои коллеги в средствах массовой информации пишут, у нас резко вырос пассажиропоток туристов. Я не знаю, как это правильно в терминологии называется. Говорю, число туристов выросло, которые приезжают. А вот молодежи много приезжает. Я вот подтвержу слова Ангелины, потому что я приезжаю в другие города, стараюсь посещать какие-то культурные учреждения. Я помню, я в Астрахань приехал, смотрю красивейший такой в центре города, у них театр оперы, балета. Я наивный, думаю, сейчас схожу, наверное, там как в НЭТе, прихожу, а там поют. И, ну, мне лично опера не мое. Хотя это опера, балет, а НЭТ это драматический театр. Нет, я знаю, я думаю, как у вас, там здание, все красиво, а там поют. И не на русском языке, самое страшное, я вообще ни слова не понял. Ну, в общем, мне понравилось. У нас туристы приезжают, приезжают они вот на этот фестиваль, понятно, делегации. Как ты это организовываешь? Как их считают вообще туристов? Вот все говорят, количество туристов выросло. Как? Поездами, кораблями, самолетами? На самом деле есть специальная формула расчета туристического потока. И тут сложно не согласиться с тем, что действительно турпоток у нас вырос. Тому пример 9 мая, да, казалось бы. Праздник наш очень значимый, всероссийский, да. Казалось бы, каждый должен отмечать его в своей родной земле. Но, однако, мы столкнулись с тем, что в этом году, да и в прошлом, в принципе, все гостиницы были переполнены. То есть ко мне приезжала, скажем так, делегация друзей из другого города. Честно, я не смог найти им гостиницу, чтобы поселить в нашем городе. Хотя занимался этим с апреля. Ситуация у нас в эти дни проходила творческая лаборатория, когда со всей страны приехало несколько к нам режиссеров. И мы также столкнулись с трудностью найти им место проживания. Ну, подождите, у нас к чемпионату мира поднастроили гостиницы же, вот, буквально там 5 лет прошло. Прошло, да, но их недостаточно. И все говорили, вот я помню, просто тогда во всех средствах массовой информации говорили, вот, сейчас чемпионат мира закончится, стадион будет рушиться, гостиницы будут простаивать. Что, нет, неправда? Неправильно, неправда. Я просто помню, там, вот, где недалеко, прям напротив, построили огромную гостиницу, не знаю, как она сейчас называется, ну, не будем рекламировать. Вот, за вокзалом, там, огромнейшее здание. И там не было места. Нигде не было. Мне пришлось режиссеров расселять в квартиры, вот, в посуточные. Ну, у нас также аналогично, то есть мы в гостинице места не нашли. Ну, не спрашивая, все пишут, что... Опять такой же, это молодежный фестиваль. Так вот, да, продолжая тему, в этом году на фестиваль мы подбирали гостиницы для наших участников, которые приезжают со всех муниципальных образований области. Так вот, и тут мы столкнулись с трудностями. Мы обращаемся в гостиницу, а нам говорят, там бронь. Уже бронь на многие номера. То есть те, кто сами... Я вам скажу честно, мы с большим трудом, но ребята разместили. И никто не останется на улице, никто не будет искать жилье самостоятельно. Но, тем не менее, все гостиницы, казалось бы, начало лета, да, и я не думаю, что Волгоград является, там, каким-то морским курортом, куда стоит стремиться каждому россиянину. Но, да, то есть это говорит о чем? Что интерес к фестивалю есть. Он сформировался с прошлого года. И тому пример забронированные номера в гостиницах этого года. Вот сейчас очень правильная мысль, что принимает участие не только Волгоградцы, ну и в организации, и, наверное, вот во всех этих. У меня сегодня буквально прямо перед эфиром еду, мне знакомые пишут, тоже парень возглавляет молодежный центр одного из районов Волгоградской области, и радостно мне пишет. Я еду, увидимся, погуляем на фестивале, Коля, погуляем. Вот, и что они привезут? Вот приедут, допустим, из там Даниловского района, приедет делегация. Я правильно сейчас терминологию использую? Да, совершенно верно. Что они привезут? Или они просто придут посмотреть, себя показать, или... Ну и без этого тоже никак. Или для них тоже какие-то площадки будут? Вот смотрите, получается, что в этом году по инициативе, опять же, молодежи нашей, мы расширили категорию тех, кто принимает участие в фестивале. Первое, это команды муниципальных образований в области, то есть и Ольховка, и Даниловка, и Фролова приедут абсолютно все. Они формируют команды по 15 человек для того, чтобы максимально поучаствовать во всех соревновательных площадках, которые мы приготовили. Также мы приглашаем районы Волгограда. Все наши 8 районов уже на готове. Я знаю, что и главы администрации будут их поддерживать всячески, и всем районам, да, действительно, собирают команду и идут на этот фестиваль. Также в этом году мы добавили команды трудовых коллективов, поэтому, в принципе, если у телекомпании «Волгоград-1» есть сформированная команда, мы... А там что надо? Там надо подтягиваться тоже. И подтягиваться у Сергея Петровича надо, и у Ангелина надо соревноваться в театральном искусстве. Да, это практически у телеканала «Волгоград-1», смогут ли они, потому что обычно в такие практичные дни... Я просто по опыту знаю, обычно в такие дни, вот, мне подсказывают, что он подтянется. Один, по крайней мере, есть, пойдем вместе с ним к вам сдавать. Просто в такие дни журналисты обычно работают. Тут самое обидное в работе, вот, ребят, которые у нас там в редакции, да, они в этот день освещают деятельность, как раз показывают тех, кто подтягивается, тех, кто показывает театральные номера, тех, кто играет в футбол, тех, кто за всем этим стоит. Ну, те, кто за всем этим стоит, это вот, собственно говоря, весь этот ряд. Ребята, девчата, я всем желаю спортивных успехов, сдачи огромного количества норм ГТО, творческих успехов, там найти новых, а, поклонников, б, талантов, которых и студентов, и школьников, там же и школьники же будут, да? Перейдут студенты, студенты, фартисты, музыканты. Перейдут студенты, и вы их будете, да, выращивать уже заранее. Я надеюсь, что все задуманное вами получится, а фестиваль будет с каждым годом проходить все ярче и ярче. А мы обязательно увидимся после фестиваля и поговорим и о туризме, и о молодежной политике, и о культуре, и будем вместе помогать развивать наш город. Я благодарю всех в студии, у экранов, за то, что последний час провели вместе с нами в эфире прямого разговора. Встретимся совсем скоро в эфире телеканала «Волгоград-1». Не переключайтесь, оставайтесь на канале.